На Далежково плывет колокольный звон. Хоть колокола еще и не вознеслись на новую колокольню, но, как и 150 лет назад, Белоснежная церковь на холме встречает прихожан и радует своим видом путников бывшего Муромского тракта, а ныне Богородской трассы. ПЕСНЯ Первые упоминания Болешкова относятся к временам Ивана Грозного. Здесь было ямское поселение, поэтому и храм построили во имя иконы смоленской богоматери Адигитрии, покровительницы путников. История сохранила имя и крепкий двухэтажный дом местного старосты, зажиточного крестьянина Петра Чалкова, который призвал односельчан к строительству нового храма. Церковь наша выложена из такого же вот самодельного кирпича, который делали олежковцы своими руками лепили, из олежковской глины. А чтобы кладка была прочной, с каждого двора собирали куриные яйца. Вот поэтому храм так крепко стоит. В 1937 году большевики закрыли церковь и распорядились устроить в ней клуб. Кресты и маковки сорвали, последний священник умер в застенках НКВД. Бабушки, конечно, плакали. Особенно было жалко тех икон, которые увозили на подводах в Богородской, там на площади все эти иконы сжигались. Казалось бы, идти против советской власти было себе дороже. Но председатель колхоза, старовер Павел Демин проявляет истинно мужицкую хитрость. На храме латают крышу и, ничего не меняя, устраивают в нем зернохранилище. Только колокольню разобрали, очень нужны были кирпичи. И прямо во время войны, не дожидаясь новых распоряжений, председатель строит новый дом культуры. Вот фотографии клуба тех лет. Сейчас здесь находится правление колхоза. В 1944 году вызывает к себе во время войны, вызывает к себе женщина, говорит бабоньке, давайте-ка построим с вами новый большой клуб. Конечно, женщины растерялись и были против. Как-то война идет, и разруха, и голод, и не так уж они богаты. И тем не менее, он их уговорил, придут ваши мужья с победой, где же мы их встречать-то будем. Храм продолжал стоять нетронутым. Можно было бы подумать, что про него забыли, все-таки на самом краю села. Но уже в 1946 году председатель строит рядом с храмом детский сад Ясли и двухэтажную школу. Решение о строительстве именно в этом месте принимается правлением колхоза единогласно. Место-то какое, веками намоленное. И, конечно, Демин понимал, что здесь детям будет уютно. Здесь дети под каким-то покровом находятся. И следующий руководитель колхоза не тронул храм. Так и пережили древние стены все невзгоды. В 2000 году храм вернули православной церкви. Вот так он выглядел спустя 60 лет забвения. В 2009 году с приходом нового настоятеля, отца Николая, начались активные работы по восстановлению. Он намоленный, этот храм, был из веков. Такое ощущение было, что здесь молитва, здесь ангел, и его нужно восстанавливать. Оказалось, сельчане сохранили не только церковные стены. Местные жители вернули в храм два древних креста. Маленький, каким священники благословляют прихожан во время службы, и большой, с которым провожали от церкви в последний путь на деревенский погост. Так выглядит 150-летний храм Смоленской Божьей Матери сейчас. Восстановили колокольню, построили купель для крещения, кованый забор. Осталось построить иконостас и расписать внутренние стены. Ирина Стефанюк, Виталий Кудрябцев, Василий Терехин. Время новостей.